В Южной Осетии прошли международные соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра 9 на 19. В них приняли участие порядка сотни спортсменов, как из Российской Федерации, так и из зарубежных стран. Организаторы масштабного спортивного события в пресс-центре комитета информации и печати рассказали журналистам о том, как проходили соревнования. Было отмечено, что организация была на самом высоком уровне. Южная Осетия, как страна дружеская, предложила нам помощь и для Российской Федерации предоставила уже второй год подряд площадку для проведения международного соревнования. Это очень важный шаг, именно такое дружеское плечо, которое позволит российским в основном спортсменам принять участие в международных соревнованиях. Но как выяснилось, что многие стрелки, спортсмены этого вида спорта со всех уголков мира, узнав про то, что здесь проходит такое соревнование, с удовольствием согласились принять здесь участие, потому что для всех посоревноваться с языками высокого уровня, а я повторюсь, еще у нас и в России, и Южной Осетии очень много стрелков высокого уровня. И посоревноваться с ними – это такая большая возможность. Алан Алборов акцентировал внимание на том, что Южная Осетия располагает уникальным стрельбищем, где все необходимые упражнения для проведения высокого уровня соревнований встроены в естественный ландшафт. «Оказалось, что такого рода стрельбищ нет нигде в мире. Это все упражнения были встроены в естественный ландшафт. Спортсменам приходилось выполнять такие вещи, которые они у себя в своих стрельбищах никогда не видели. Оказалось, что многие не готовы именно к вызову стрельбы на открытом стрельбище. Это и покрытие, это и мишени, это и погодные условия. Грязь, дождь. Так что это был такой бесценный опыт, который все, конечно, участники этих соревнований увезут с собой по своим домам и будут долго про это рассказывать». В свою очередь, вице-президент Федерации практической стрельбы России Антон Назаров отметил значимость проведения этих соревнований. «Как только включается таймер, человек понимает, что время пошло, и он не должен ни секунды, ни доли ее потерять, включается механизм стресса. Люди под этим стрессом делают совершенно иногда чудесные вещи, которые, может быть, в себе и не ожидали без стресса. Для новичка стресс на соревновании такого уровня умножается на 2-3. Поэтому, если он подготовлен правильным тренером, правильно подведен к этому соревнованию, он, безусловно, будет испытывать стресс, но стресс хорошего толка. Он из него обязательно изымет определенный и ценный опыт, что он правильно сделал, что он сделал неправильно. И для него в спортивной карьере это останется очень ярким событием». В соревнованиях участвовали и представители слабого пола. Они показали высокий уровень мастерства и профессионализма, рассказал член Совета Федерации по практической стрельбе Республики Южной Осетии Андрей Тедеев. «У нас есть девушки-стрелки. Они в прошлом году выступали в дисциплине карабин. И в этом году, соответственно, они решили поддержать и пистолет на мероприятии, и тоже выступают довольно-таки успешно. Самое главное, что им нравится. И я думаю, что это вид спорта, который в наше время каждый должен освоить». В завершении организаторы особо подчеркнули, что практическая стрельба в Южной Осетии займет достойное место среди остальных видов спорта. Для этого будут созданы все необходимые условия, в том числе подготовка высококвалифицированных инструкторов, проведение различных мастер-классов. Уже сегодня в Республике функционирует спортивно-стрелковый клуб «Аланский», где возможность тренироваться имеют как взрослые, так и дети. Агунда Губозова, Рауль Кочев, информационный выпуск. Сегодня.